Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 832. События дня. Псалом 34, 4. Да постыдятся и посоромятся ищущие души моей. За 25 марта 2018 года. Евгений Давыдкин. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Пока не получается, у меня справится с заданием о составлении роликов с текстом. С Виталием советовался, но пока не могу овладеть программой. Я как обычайник в этом вопросе. Если научусь, освою, пойму, тогда напишу. Если другое какое-нибудь задание дадите, в помощь вам и в вашей общине. С уважением, Евгений. Есть микрофон у меня. И возможно, начитывать что-то получится из ваших трудов. Можно попробовать как образец. Я вам пришлю. Вы послушаете и оцените. А далее, как Бог даст. Имею в виду в аудио или в видеозаписи. Как на магнитофон. Отвечаю. Игнатий Лапкин. Нет, этого не нужно делать. Только уже готовы перевести в видео. Юрий Соболев. Сквозь воскресным днём, Игнатий Тихонович. Сегодня во время молитвы на богослужении неожиданная мысль пришла. Аналогия такая. Некоторое время назад некто упрекал вас в лицемерии. Мол, Игнатий Тихонович в РПЦ отправляет, а сам туда не идёт. Не туда идёт. Не туда идёт. И вот неожиданно, сегодня как бы ответ такой пришёл. Наш президент не является членом партии Единая Россия. Но известно, что она поддерживает его, а он партию. И никто его в лицемерии не обвиняет. По приходу домой решил удостовериться в этой мысли. И вот что нашёл. Прямо по первой ссылке прошёл. Кавычки открыты. Путин сам говорил, что не хотел бы становиться членом партии. В случае Владимира Владимировича очевидно почему. Президент, получая должность, не должен принадлежать какой-либо партии. А Путин, большую часть своей политической карьеры, президент. Его членство в Единой России не имеет смысла. Так как, во-первых, оно и так бы аннулировалось на годы правления. А во-вторых, от этого нет никакой выгоды. Он уже обладает огромной поддержкой партии, которую от него не требуют этого членства. В этом есть важный смысл. Свобода во многих её проявлениях. По скрипту. Ролик посмотрел. Хороший. Искренне считаю, что Виталий Калиников в этом случае был подходящим. Визави. Инатий Лапкин. Сравнение хорошее. Но тут у нас много больше заложено. Если бы мы были в МП РПЦ, они бы ничего не дали нам сделать. Почему? Это так легко увидеть. Потому что ни одному человеку в РПЦ за всё время её существования не удалось сделать и малой той части того, что сделано нами, когда мы, не отрицая благодатности МП, не находимся в ней. Они бы сразу же убрали нашего батюшку, закрыли лагерь Стан, запретили все мои книги, все наши поездки, деревню разрушили и прочее. Такие собрания, как у нас все эти годы, мы бы не смогли проводить. А так они не властны над нами. И никакие их анафемы, запрещения на нас не могут распространяться. Нам же нужно быть неукоризненными во всём, что нас и спасает. И создать такие общины с таким порядком во всём, в целомудренной одежде, об этом даже и помыслить невозможно. Эти торгаши и разбойники вертепные сразу же задавили бы нас. А так и дикая и беззаконная власть не распространяется на нас. Юрий Соборев Именно в этом ключе и разумею, Игнать Тихонович, недоступность для тотального подчинения. И в этом уникальность положения вашей общины, в чём усматривается промысел Божий. Ну там теперь, что они пишут, вот когда расходимся, мы называем чат в этом, в сообществе. И вот между ними ночью рассуждения такие были. Евтушенко Сергей Хамовитые ребята, что-то меня в них настораживает. Гусейнов Рустам Которые там проповедуют, ну ходят разные, с сектантами беседуют, мы об этом уже говорили. Гусейнов Рустам Первый вроде бы нормально проповедовал. Евгений Трапко Всех только созывает исповедоваться и причащаться. Какой-то неверный подход к делу благовестия. Как они называются? Атриум Атриум Я видел, как они разговаривают и прочее. Ну смешно даже. Называются миссионеры. Ну какие миссионеры? Тут смехотворно просто. Кому бы не подходит, а ты иди к нам в храм, причастись. Ну это как белое братство, вот это было так. Это мертвецы, бродячие. Яптушенко Сергей. У них возникали дискуссии с сектантами на разных ресурсах. И там они вели себя мягко, говорят даже хамски. У меня даже есть такие подозрения, что они звонили Игнарию Тихоновичу в одном из роликов. Гусейнов Рустам. Стандартное, мягкое, московское христианство. Чаще исповедуйся, чаще притещайся. Да, именно так. Евгений Трапко. Да, я знаю. Реформация 500 – ихний фильм. У них люди не изменяются. Все бритые женщины не покрываются повседневно. Священники не способны носить нестриженных бород. У них много молодежи. Многие пришли к ним из сектантов. Они держат стандартную линию поведения МП. Я просматривал ихнии сходки или слеты. Как они их называют? Что-то есть во мне к ним недоверительное. Во-первых, внешне уже к себе не притягивает своей бритностью и не покрытием голов у женщин. Евтушенко Сергей. Такое ощущение, что кто-то залил большие деньги и через эту организацию их осваивает активно. Но так как у них есть плоды и люди через них приходят в православие, из тех, кто может, оно того и стоит даже в таком формате. Гусейнов Рустам. Ага. Только не надо забывать, что они моченые. Евгений Трапко. Да, но либеральный дух надо пресекать сразу. Потому что потом его искоренить. 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 Уже не получится. Увы, но многие воспринимают больше такое православие с либеральным душком. Даже от Георгия Кочеткова к нам приезжали. И после они сказали, мы к вам вот когда подходили. Целая группа, не меньше десяти человек подошли в то место, где мы молимся и сразу краску стерли, говорит. Ну, как вот неверующие совсем. Где говорят, много крестят. Это я уже знаю. Широкие ворота. И пространный путь. Там, говорит, у них в храме там брова на движении. Вот сейчас между собой что-то ловаться там. Ну, это все просто делается. Это на любой там площадке делает. А ты веди эту строгость, чтобы ногами не переступали. Как Иннокентий, митрополит, основатель с севера, просветитель, говорит. Где стояли, я мог посчитать, сколько человек приходило на моление. Гусейнов Рустам. Потому что оно оправдывает грехи. Люди ведут обычный образ жизни. Только исповедуются и причащаются. Все. Евгений Трапко. Как они крестят, надо еще посмотреть. Может и полное погружение. Гусейнов Рустам. Вряд ли. До канонов и отцов церкви им неинтересно доходить. Самое главное общение. Это псевдоправославные свиньи. Которые за милую душу могут устроить концерт в храме 100%. И это для таких в порядке вещей. Ничего святого. Хладнокровно получают благодать. Исповедуются и причащаются. После этого грешат. И еще при этом уверены, что на правильном пути и будут спасены. Исповедуются и причащаются. Как они говорят. И вот мы гуляем, пьем, блудим. И сразу идем, исповедуемся и причащаемся. Тогда уходит ничего и нет. Это хуже без божников. Евгений Трапко. Да, если они заставят людей работать над собой, они разбегутся. Да, только включи в это вот. Что там не брили бороды, женщины в платках были, не крашены, в брюках не ходили. Ничего не будет. Ни одного не будет. А так вроде они сохраняют количество и видимость пришедших. В основном они выдвигают себя на антисектантских наработках. Но внутреннее настроение МП они не трогают. То есть церковь, они видят безобразие, любого допускают до причастия. И что, как Андрей Кураев увидел там это голубое лобби все. Эти никогда не тронут. Что бы там ни было. Все одобряют. Они бомбят, как из пушки, против сектантов. И им никто ничего не говорит. Но, как начнут работать против внутренних нестроений, пороков православия в лице МП, тут они заденут красную линию поведения МП. Все, перешли. А они на это не пойдут. Поэтому я не воспринимаю их духовную деятельность. Они выдвигаются только лишь за счет антисектантства. А внутреннюю порощу МП не трогают. Это кто говорит? Евгений Трабко. Абсолютно правильно. Виталий Калиников. Имитирует деятельность. Мимикрия ученики Дворкина. Ну, тоже правильно. Евгений Трабко. Да, верно. Дворкин у них почетный член зоокафедры. Самый зловредный. Какой-то за последние сто лет, может быть, был у них там. Мы уже все разобрали по косточкам. Дома нужды никакой нет. Как будто враги врагов прикрывает. Злодействуют. Злодейские злодеи. Гусейна Фруста. А будешь обличать их в пороках и нарушениях, они тебя сразу забанят. Даже общаться не будут. Наталья Усатая. Просмотрела ролик. Чушь какая-то. Вот это и есть православие на сегодняшний день. А где Христос? А где покаяние? Недостойно притещения ведет к погибели и безоснованию. Приходить в храм, это еще не означает приходить ко Христу. Эти храмы надо закрыть и собирать людей для изучения Слова Божия. И нечто скажет поп от своего ума. А не то, что скажет поп. А не то, что да. Лучше бы Евангелие раздавали. Наталья Усатая. Сектанты и католики в моем городе раздают Евангелие. И говорят людям, читайте и все поймете. Из их уст услышать можно только Христос. Он есть Господь и Бог наш. И Он будет судить нас. Я когда слышу, радуюсь, что имя Христа слышно на весь центр города. И еще рядом огромные большие католические соборы, которым тысячу лет. Все заходят, смотрят интересно, привлекают людей. Валентина Сортисон. Мир всем. Сообщите, кто знает, переводит ли сегодня в России время на летнее. Роман Фроликов. Ответил в личку. Мир... Лена Фауэр. Фауэр. Мир всем. Скажите, через 20 минут начнутся занятия? У нас часы перевели на час. Сергей Попков. У нас часы не переводили. Занятия начнутся через 1 час 20 минут. Елена Фауэр. Спаси Христос. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Да не спошлет Господь благодать Святого Духа нашему руководителю занятий, духовному Отцу и всем участникам нашего сообщества, собранным Господом Иисусом Христом. Аминь. Марина Хэ. Аминь. Рустам. Мир вам, Игнатий Тихонович. Помню, вы говорили, что для вас нападки врагов и неприятелей, это как будто собачка подбежала с колокольней и пописала. Мне бы так. Меня мысли просто обуревают. Летают в моей голове, как ракеты. Одна мысль заменяет другую. И так бесконечно. Все время мучают ложные страхи время от времени, хотя я молюсь и читаю Писание. Ежедневно. Плюс пост. Я так понял, что все из-за того, что я не рожден и свыше, так как не крещен по канонам. А может быть, дело в другом. Как бы Христос должен давать мир на душе, но не дает. Александр Сергеевич. Братья и сестры, как вы считаете, Роман Малыш уедет и из Потеряевки? Виталий Калиников. Ему придется это сделать, так как нарушил все, что можно нарушить. И закон Божий, и закон Российской Федерации. Выкопал себе яму и уже сидит в ней. Александр Сергеевич. Ну а если он не захочет уезжать и останется, сделает документы и так далее, будет жить сам по себе, веровать. Потеряевка это ведь субъект Российской Федерации, не отдельная страна и государство. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право жить на территории Российской Федерации, в любом субъекте. Читайте Конституцию. Слава Богу, я сегодня наблюдал, наконец-таки, такую работу Христа в сердцах Игната Тихоновича, Дубунова и Володи. Они ходили к Роману. Молодцы. Господь начал работу. Правда, не передали передачу, но передадут в другой раз. Евтушенко Сергей. 25 марта. Интересно у вас понимание ситуации. Вот только отношение Игната Тихоновича к Роману было всегда хорошим. А вот у Романа явно не все дома. Александр Сергеевич. Вы хоть понимаете, как многое изменится в сердце у Романа и в мыслях, когда он получит передачку? Ну подумайте, к лучшему все и пойдет. Слава Богу. И хватит трындеть. Вы мужики или бабы? Делайте же. Ладно, Игнат Тихонович, уже пожилой. Он учит словом. Ну а вы в деле принимаете слово? Слово в деле используете? Или тупо клуб по интересам, что ли? Гусейнов Рустам. А ты вообще кто, Александр Сергеевич? Со своими оценками и понятиями, а? Теперь, а ты-то вообще кто, Александр Сергеевич? Ты откуда взялся? Сейчас начинает его. Александр Сергеевич, я христианин. Человек в смысле кто? Человек в смысле кто? Да. Ефтушенко Сергей, отредактируйте сообщения в более понятный формат. Гусейнов Рустам, без бороды женоподобное лицо. И еще пишет, а вы мужики или бабы? Вылупился. Александр Сергеевич, головушкой думай, что пишешь, без бороды. А эти означают, он смеется. Да. Гусейнов Рустам, так ты можешь всему нашему сообществу сказать, а самое главное, Господу Христу? Александр Сергеевич, что сказать? Виталий Калиников, дай Бог роману покаяния. Александр Сергеевич, да, поддерживаю вас, Виталий. Валентина Сартисон. Александр Сергеевич, а вы хоть знаете, что Роману ни единая душа не желал ничего плохого? Его любили, о нем молились, ему помогали, и все были бы несказанно рады тому, чтобы он отвратился от всех тех глупостей, которыми отягощен. Ему и впредь будут все помогать и молиться о нем. А вы смотрели собрание, где люди беседуют с ним? Ни единого грубого слова, а лишь любовь и забота о его заблудшей душе. А более всего, он дорог Игнать Тихоновичу. Это очевидно. Виталий Калиников, аминь. Валентина Сартисон. И для нас всех то, что случилось с Романом по его глупости, это горе горькое. Александр Сергеевич, знаю, конечно, молодцы. Валентина Сартисон. Ну зачем тогда пишите какую-то ерунду непонятную? Александр Сергеевич, это не ерунда, просто вы меня не понимаете. Валентина Сартисон. Не понимаю. Виталий Калиников. Я тебя понял, что за Романа переживаешь. Александр Сергеевич, я давно понял, что люди понимают только, что хотят понимать. И я такой же. Да, я представил просто себя на его месте. Сильно представил. Виталий Калиников. Ему не позавидуешь. Враг очень сильно над ним смеется. Он в тяжелейшем недуге. Гусейнов Рустам. Сергей Павлович, просил не обсуждать этого иуда тут в чате. Александр Сергеевич. Ну да, насчет земли плоской, что-то он перебрал. Я думаю, это он осознает. Виталий Калиников. Я думаю, то другое. Что думать-то, когда на деле показано. Это не просто человек озлился. Я думаю, вот это, вроде ему что-то поможет, он теперь изменится. Это невозможно. Это пленение дьявольское. Это невозможно. Виталий Калиников. Окей. Валентина Сартисон. Это место он сам себе выбрал. Добровольно. Несмотря на все предостережения и увещания Игная Тихоновича, батюшки и многих других. Виталий Калиников. В этом чате Сергей Павлович хозяин. Значит, нужно прислушаться к его просьбе. Отошел. Александр Сергеевич. Ну, закроем тогда эту тему. Валентина Сартисон. Отошла. Прошу прощения. Евтушенко Сергей. Можно не надевать платок. Православный комикс РПЦ ломает стереотипы. Ссылка. Гусейнов Рустам. Да что тут сказать, нет слов. Екатерина Тинникова. Церковь не может преклоняться под чужой ермоз неверный. Не может идти в ногу с миром. А мир должен подстраиваться под евангельские заповеди и учения Христа. Гусейнов Рустам. Вот она и подмена в церкви православной. Разрешает все теперь. Песни, пляски, дресс-код. А за каноны и речи не может идти. Виталий Калиников. Знаю, многие рассматривают церковь как отличную кормушку. Не более. Так что таких только радуют всяческие лайтовские нововведения. Пираты захватили корабль. Гусейнов Рустам. Как жить только настоящим христианом среди этой пакости, когда сердце кровью обливается, глядя на все это. Виталий Калиников. По всей видимости, так было всегда. Гусейнов Рустам. Но не на самом святом же месте, хотя... Показывают, где в совещании идут храм Христа Спасителя. И там они отдают на один день 450 тысяч, кто заплатит. И там пляски все устраивает. Иконы закрыть ширмой можно. Виталий Калиников. Крестово-Роздвиженская община ведь живет. Но это уникальный случай. Вячеслав. Если захотят сотворить подмену в православной церкви, то канону трогать никто не будет. Их каноны никто не знает. А потому пусть и лежат себе тихонько на пыльной полочке. Подмену удобно подсовывать через местечковые традиции и экономию. Виталий Калиников. Не смешите мою кошку. Вячеслав. Каноны давно попраны. Гусейнов Рустам. Не сложно представить и понять мусульман-радикалов, которые, глядя на все это скотство, будут резать головушки псевдо-православные. Глядя. Вот это когда есть, а ну глядя. Глядя. Такого слова нет даже. Давай. Гусейнов Рустам. Они будут бичом Божиим. Виталий Калиников. Как сейчас в Европе. Гусейнов Рустам. Это точно. Во свете Библии насколько все прозрачно становится. И политика внутренняя, и геополитика, и личная жизнь. И какой вопрос не возьми. В этом смысле ценность творчества Игная Тихоныча трудно переоценить. Гусейнов Рустам. Спаси Господи за труды Игная Тихоныча. Во славу Господа. Виталий Калиников. Слава Христу за милость и заботу о нас. Роман Фроликов. Человек захочет выполнять каноны, подстраиваться под церковь, только тогда, когда этот человек полюбит Иисуса Христа. Слава Ему. Кто любит Меня, тот заповеди Мои соблюдет. А чтобы человек полюбил Его, надо этому человеку рассказать о Его любви к нам, к Его врагам. О Его жерти на кресте вместо нашего вечного наказания на кресте. То есть надо благовествовать всем и каждому. Всегда и везде. Особенно в дни воскресенья и праздников. Гусейнов Рустам. Аллилуйя. Слава Господу и Иисусу Христу. Наталья Высатая. Спаси Христос. Роман Фроликова. Мир вам, Игная Тихоныч. Помню, вы говорили, что для вас нападки врагов и неприятелей... Говорили об этом? Да, да, да. Это повторение у него. Таша Воробьева. Игнать Тихоныч, подскажите, как пережить потерю близкого человека и как помочь его душе? Ну, то как пережить? Трудно пережить, конечно. Я где бываю, то по кладбищам приходится походить, посмотреть надписи. И на одной надписи видно, что богатый такой мраборный бюст такой, ангела обычно рисуют, как бы скорбящего. Но это уже придумывают они. И взяты слова из Владимира Сергеевича Соловьева. Как много твоего навек с тобой ушло, как много твоего во мне навек осталось. Много моего ушло и много твоего осталось. Ну, как пережить? Пережить надо все смертные. Так написано, по скорби, там день-два, ну и дальше, надо же, жизнь остается жизнью. Как пережить? Как помочь? У православных, если задите этот вопрос неверующий, ну как вам помочь? Зарыли, все благополучно, выпили, как положено, все сделали. Там набрали нищим, подали. Я одна же в Новосибирском храме прохожу, одна женщина купила дорогие папиросы, это Казбек самые дорогие, и нищим по две, дает и говорит, это вам. Помяните мужа моего, он любил курить. Любил курить. Ну, вот так поминают. У православных есть молитва за умерших. Если он был верующий, раб Божий, если был верующий, умер в вере. А умер без веры, ничего не поможешь. Все это забудется. Смотрите, какие потери были в войну, а уже все забыто, и как будто... Ну, кто помнит Куликову битву, кто скорбит? Да никого нигде нету, ни родственников, ничего нету. А ведь это все перед Богом как бы в одном дне. Тут ничего нельзя сказать. Ну, и надо показать наши ресурсы. Немножко хотя бы и... Вот теперь... Вот я здесь так просто в шапке стою, здесь переписывается удобно. Считай, лучшая система. И второе, наш форум. Вот, православный форум. Очень богатый, 1600 тем. Ну, и вот, это надо даже... Показать. Сейчас я его обновлю и покажу. Это сегодня выставлены ролики, 10 роликов, 10 сегодня. Вот, ну, Роман тут что-то ищет. Вот его как раз события дня. Тут проповедь, Василия, жития святых, проповедь. Это было у меня в 2008 году, 10 лет назад. Ну, здесь Григория Дещенко о душе, добротолюбие, из творения Иоанна Златоуста, Библия. Вот какие большие-большие материалы. И вот... 1451 просмотр. Ну, там ничего не было. Мы пришли, приема нету. Это будет только завтра, во вторник. Ну, и во свете Библии. Это у нас сайт очень большой. И вот это 4124 ответа. Это, считаю, самое ценное, что тут есть. Ну, и вот сейчас я покажу здесь. Тема у нас сейчас идет папка «Деньги». Ну, и несколько вопросов можем взять, посмотреть. Это я отвечал в университетах, по радио вел занятия. Вопрос 1224. Четвертый том «Открытым окон». Какие изменения в Библии произошли при Иване Грозном и при Петре Первом? Ответ. Ни тот, ни другой не касались Библии. Совершенно. Даже реформатор Никон не коснулся ее и пальцем. Иеремия 1.12. Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Библия заканчивается страшными угрозами тем, кто что-либо добавит к ней или убавит от нее. Притчи 30 глава 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Второзаконие 4.2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, который я вам сегодня заповедую. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того. Более подробно читайте в нашей книге к истинному православию, в главе о Библии. Как касались, все меняли, богослужения, все. Библию Господь хранит. Никто не покусился, ни разу. И даже советская власть не говорила, Библию это издайте, а вот это выброси, этого тоже не было. Вопрос 1333. Четвертый том открытым оком. Можно пустить на квартиру мужа с женой неверующих, если знаешь, что они хорошие? Ответ. Лично я никогда такой вопрос не допустил бы даже в мыслях. Речь идет о деньгах, как я понимаю. Неверующий, самый хороший, в любой момент может стать самым лютым вашим врагом. Хотя такое случается и среди верующих, но намного реже. Как говорить с ними? Какой договор можно составить? Неверующий человек – полная тайная темнота. Он совершенно непредсказуем и ненадежен. Если он не с Богом, то с кем? И как понимать слово «хороший»? В очах Божии он враг, и в близком общении это скоро обнаружится и против тебя. Другое дело, если эта квартира каменная и совершенно отделена от вас, вы просто сдаете в аренду. Тогда это еще допустимо при великой нужде в деньгах. Плачет девочка-малютка. У окна больших хоров. Хоров. А в хоромах смех веселый так и льется серебром. Плачет девочка и стонет на ветру осенний гроз. И ручонкою издябшей вытирает капли слез. Главное – осенний гроз. Осенью грозы не бывает, их нет. Этот человек даже как будто не знает этого. Со слезами она просит хлеба черстого кусок. От обиды и сомнения замирает голосок. Но в хоромах этот голос заглушает шум у тех. И стоит малютка, плачет под веселый резвый смех. Сергей Есенин, 1915 год. Видите, какой-то вопрос. Я отвечаю по слову Божию. У нас люди привыкшие уже к этому были. Вопрос 1184. Третий том открытым оком. А можно ли покупать что-либо в комиссионке? Ответ. Если это какое-либо оборудование, стиральная машина, и вам это выгодно, то покупайте. Пригласив с собой знакомого специалиста. Одежду же из вторых рук никому не советую покупать. Без явной вопиющей нужды. Вы можете подцепить такую китайскую болезнь, что воображаемая выгода обернется против вас. Просто, ну, тут что сказать. Простой вопрос. Тут житейский опыт. Никогда чужую обувь, чужую шапку не надевай. Какую угодно холеру подцепишь. Вопрос 3374. 20-й том открытым оком. Почему у одного человека есть страсть к наживе, а другой живет, довольствуясь необходимым? Есть ли какие-то молитвы для избавления от жадности? И почему ими евреи не пользуются? Ответ. На все случаи есть молитвы, прекрасно соответствующие определенной нужде. У одного Ефрема Сирина их сотни. В книге «Помощник и покровитель» у отца Григория Дещенко есть как раз такая. Не зная, подойдет ли это молитва евреям, они не признают Христа за Бога истинным, и потому им христианские молитвы не нужны. Быть может, они молятся золотому тельцу, как в пустыне при Моисее. Помощник и покровитель. Страница 750. Молитва об избавлении от страсти и сребролюбии. Я вел занятия в университетах, и первые годы, и все это мы записывали. И вот опять, у меня ребенок умер, я не могу никак в покое найти. И молитва на это есть, и молитвы, и все это записывали. Благой, щедрый, милостивый, возлюбленный отче, исповедую, я плакаю. Слава Иисусу Христу! Как у тебя здоровье-то? Ну, давай, с Богом. Исповедую и оплакиваю перед тобою, что злой сатана отравил сердце мое вредоносным любостяжанием, и через неверие насадил и во мне этот корень всякого зла, из которого часто в сердце моем произрастают злые плоды. Как-то немилосердие к ближнему, упование на временное, желание непостоянного богатства, многоразличные искушения и сети сатаны. Многие безумные и вредные похоти, погружающие сердце человека в пагубу и осуждение, и причиняющие ему много скорбей. Боже и Отче мой, прости мне этот великий грех, потому что я через то отвратился от тебя, возлюбленного Отца и Создателя моего, к жалким тварям, и отступил сердце моим от тебя, оставил тебя живой источник, и обратился к смертоносному, смрадному стоку нечистот. Отврати от меня тяжкое наказание, потому что сребролюбие есть идолослужение, и прокляты те, которые сердцем своим отступают от тебя, прилепляются к ничтожному, оставляют милость Твою. Очисти Божье сердце мое от этого идолослужения, от этого проклятия, и от любви к миру, и ко всему временному, и дару мне благодать, чтобы я бессмертной души моей не осквернил, и не отогрещал смертными, приходящими вещами, как нечистотою, тогда как ей надлежало бы в тебе едином полагать веселье свое, любовь свою и покой свой. Боже, научи меня помышлять, что благочестие и довольство суть великое приобретение, так как мы ничего не принесли с собой в мир, и потому явно ничего и не вынесем из него. Садилось же, чтобы я довольствовался тем, когда имею пищу и одежду, чтобы я не уклонился от веры и не поразил самого себя многими скорбями. Садилось, чтобы я, как чадо Божие, вновь рожденное для всего небесного, убегал от таковых земных похотей, а старался успевать в правде, в вере, любви, терпении и кротости, подвязался добрым подвигам веры и достигал вечной жизни, к которой я призван. Но что ты даровал мне через благословение твое, садилай, чтоб довольствовался тем, и даруй, чтобы я не прилагал к тому сердце моего и не гордился, не уповал на богатство ненадежное, но на тебя, Бога живого, подающего нам все мобильно для наслаждения, чтобы я научился творить добро, обогащаться добрыми делами, охотно давать и оказывать помощь, чтобы я не сел скупо и потому не пожинал скудно. Господи, научи мне помышлять, что некогда наступит конец мой, что жизнь моя имеет предел и что я должен отойти от сели. Ведь суета всякий человек живущий. Человек ходит подобно призраку, тщетно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Соделай, чтобы я полагал спокойствие сердце моего единственно в тебе, в котором едином обретается истинный покой души, так как во временном все одно беспокойство. Любовь к богатству и к тварям суть весьма вредоносные, колючие терны, увезляющие сердце, приводящие в тревогу и подавляющие семя божественного слова. Сделай, чтоб собирал я в сосуд сердце моего истинный хлеб небесный и сохранял его, а не наполнял этого сосуда землею и грязью. Соделай, чтоб сокровище у меня было на небесе, а не на земле, чтобы ни воры не могли его у меня похитить, ни ржавчины источить. Соделай, чтоб я не отогещал и не наполнял бессмертной души моей смертным и приходящим богатством. Но питал ее божественную, небесную, вечную пищу, чтобы она не умерла от земных вещей, как от вредоносного яда, так как нужна ей пища вечная. Соделай, чтоб питалась душа моя вечным, небесным благом, чтоб была и пребывала соединена с тобою единым Божьей. Не попусти ей быть соединенную с временным, чтобы она под шествие своем не осталась в соединении с сатаною, Богом мира сего. Господи и Боже мой, соделай, чтоб уповал я на всемогущество Твое, что Ты един помочь можешь. Соделай, чтоб помышлял о премудрости Твоей, что Ты ведаешь средства и пути, как помочь. Соделай, чтоб познал Твое отеческое сердце, что Ты ведаешь, что мы чадо Твои, во всем том имеем нужду. Соделай, чтоб помышлял, что Ты милосердуешь о всех делах Твоих и хранишь людей и скот, и что Ты Бог всякой плоти живущий. Все от Тебя ожидает, чтобы Ты давал Ему пищу, даешь им приемлют, отверзаешь руку Твою насыщается благом. Тебе да будет хвала, честь и слава вовеки. Аминь. Луки 16 глава 14 Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Еврея 13 5 Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Иеремия 5 27 Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Откровение 3 17 Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп и слеп и наг. Что красотой в восторге назовем, за что и щедро заплатить не жалко. День, год уже оправлено на слом, подместно заднее тяжелой мешалкой, то наводнение смоет, унесет, морщинистому добавляя складок. Землетрясение, теракт, и нет высот, и нет возможности светшающим нам сладить. Все обесценивается и теряет вкус, авторитет вчерашний ускользает, но по сей день тот не сгорает куст, но виден, но духовным взглядом. Всех хищников пропишут санитары, и легкомысленно греховные вращуют, отыщем красоту в духовном старом, и даже в волке под овечьей шкурой. Красивое мы говорим о поле, о зелени, о спелых колосках, когда с улыбкой встретим хлеба с солью, не уставая взглядами ласкать. Нам нравится сверхмирное блаженство, молитвенно настроен на литургии, красивые пригласительные жесты, в честь и еговы хоровые гимны. Невидимое, вечное, святое, день ото дня цветет и молодеет, и временем безвременя не смоет, из-за беззлобия благословенные дети. Не насладиться красотой Иисуса, Его учением, прощением, милосердием. И крест его стал величайшим плюсом, он несравним, ни в чем не станет средним. Учеником Христовым славно быть, Святого Духа дал Отец залогом, о, только бы в горении не остыть, хвалиться Богом, вся красота у Бога. И 01-12-06 Игнатий Лапкин. Вот так. Сколько там? 41. Ну, все на этом сегодня. Володя считал, спаси Христос. Слава Христос. Так, уходим там. Наш слушатель благодарный, Мадеза Васильевна. Все на этом. Спасибо.